И спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил? Что смерть твой значит? Я утешал друзей уставших. Отвечу я, и Бог заплачет. Чем отличается умный человек от Белковского? Тем, что умный человек не станет тратить два часа времени на просмотр интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. А он просто посмотрит экстренный выпуск седаун-шоу «Время Белковского» на канале Белковский, который называется «Путин и Карлсон. Ночной полет». Все поймет и узнает за значительно меньшее время. Напоминаю, что мы с вами находимся на канале Белковский, на который надо подписываться, ставить лайки этому видео, републиковать его и поддерживать канал финансово в любых доступных вам масштабах и формах. Конечно, до уровня Такера Карлсона, и тем более Владимира Путина, мы не дотянем, но еще поживем. Широко разрекламированная беседа Владимира Путина с Такером Карлсоном получилась ужасно скучной. У Владимира Владимировича в очередной раз заело фанеру, он рассказывал свои истории и байки, которые мы слышали уже десятки раз в разных вариациях. В первую очередь, посвященные теме, почему независимая и свободная Украина не имеет права на существование. При этом Владимир Владимирович апеллировал, естественно, к истории, заявляя, что Украины там когда-то не было. Ну, представьте себе, что, например, нынешний президент Монголии дал бы интервью по случаю 800-летия Улуса Джучи, то есть Золотой Орды, этот праздник недавно отмечался, и рассуждал бы, что независимая и свободная Россия не имеет права на существование, должно быть частью Монгольской империи. Как бы мы к этому отнеслись? Но подобный подход Владимира Путина абсолютно объясним, потому что он укоренен, опять же, в глубинах его психологии. Владимир Владимирович человек мстительный и злопамятный. Как говорят носители таких взглядов, я злой и у меня память хорошая. И он все время стремится отомстить за какие-то прошлые унижения. И за свои собственные, которые он претерпел на своем веку, и будучи, и не будучи российским президентом. И в контексте исторической преемственности за все унижения, которые претерпели предыдущие поколения дорогих и недорогих россиян. И поэтому и будет дальше продолжать так рассуждать, что, дескать, если в 623 году до нашей эры что-то случилось, то мы сегодня должны на этом строить свою политику. По известному анекдоту, не политкорректному, но все же заслуживающему цитированию в этот момент. Как армянское радио сообщает, что при раскопках 4 века до нашей эры был найден кусок медной проволоки. Это, безусловно, доказывает, что в то время в Армении уже был телеграф. В азербайджанское радио отвечает, что в Азербайджане при раскопках 4 века до нашей эры не найдено ничего. Это, безусловно, доказывает, что в то время в Азербайджане уже было радио. Надо выделить несколько ключевых моментов этого интервью, которые действительно представляют определенный интерес. Впрочем, не для меня, поскольку они просто подтверждают давнюю белковскую доктрину Путина, сложившуюся на протяжении минувшей четверти века. Эта доктрина многими оспаривалась и оспаривается, но кажется, Владимир Владимирович в беседе с Тайкером Карлсоном сделал все, чтобы обосновать мою правоту и в очередной раз я Путину очень за что-то в жизни благодарен. Данный момент за это. Во-первых, у власти в РФ находится президент-бизнесмен, служитель культа Мамоны. Он человек, который считает, что обо всем со всеми можно договориться по баблу. А если не договорились, то просто по глупости, некомпетентности и так далее. Фактически он апеллирует к Соединенным Штатам Америки с воплем. Почему же мы не договорились, когда у нас столько совпадающих прагматических интересов? А чего решать-то? Все очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств. И я вам скажу, что мы говорим на этот счет. И что мы доводим до руководства США. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения. Все закончится в течение нескольких недель. Вот и все. Что там есть какие-то ценности, идеалы, это все, естественно, от Лукавова. Это не может верить никто в понимание Владимира Владимировича Путина. И поэтому чего там, собственно, вот... Чего с Китаем, США не договорятся, тем самым стреляяя себе в ногу и уменьшая роль доллара в мировой экономике? При этом Владимир Владимирович как-то забывает, что с Китаем и США договаривались несколько десятилетий подряд. И в итоге вскормили этого монстра, от которого сейчас претерпевают и которого так боятся. Ну да ладно. У Путина свой особый подход к истории. Но, конечно, самое больное место, главное, о чем Путин должен говорить, это Украина. Мы уже знаем, что она не имеет права на существование. Но некоторые события современной украинской истории, свидетелем которых был лично непосредственно Белковский, я бы все же прокомментировал. Потому что в голове у Владимира Владимировича тут определенный, как говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, винегрит. Во-первых, Путин традиционно утверждает, что в 2004 году в Украине случился неконституционный третий тур президентских выборов. В результате чего Виктор Ющенко выиграл, а Виктор Янукович проиграл. Организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституции Украины. Это госпереворот. Нет, третий тур – это неформальное название. Никого третьего тура юридически не было. Верховный суд Украины тогда отменил результаты второго тура выборов в связи с большим количеством нарушений и назначил переголосование во втором туре. Поэтому все было в четком соответствии с Конституцией. Дальше Владимир Владимирович Путин утверждает, что революция достоинства в 2013-2014 годах, в его терминологии антиконституционный и кровавый государственный переворот, случилось потому, что Виктор Янукович не торопился подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это тоже и очевидно не так. Революция достоинства превосходила потому, что Виктор Федорович Янукович всех достал. А достал всех потому. Он достал и элиты, и значительную часть украинского народа, и даже собственных избирателей на Донбассе, и свою партию регионов, неформальным вождем, которым он был и т.д. и т.п. Потому, что в 2010 году он пришел к власти обуеваемой центральной идеей мести. Мести всем, кто в его понимании не дал ему стать президентом в 2004-м, не защитил и не дожал. Начиная от оппонентов и кончая ближайшими друзьями и соратниками, действительно, слившими Януковича. Включая и экс-президента Леонида Кучму, которого демонстративно Виктор Янукович унижал, там заставлял ходить на очные ставки с майором Мельниченко и всякое такое. Виктор Янукович домстился до того, что просто против него объединились все. Стало понятно, что нужно ли убирать Януковича от власти, или узурпации этой власти станет совершенно необратимой, и Украина в этом смысле превратится в плохой и бедный филиал Путинской Российской Федерации. К чему активная часть украинского населения совершенно, мягко говоря, не стремилась. Именно по этой же причине, собственно, Виктору Федоровичу Януковичу не дали задержаться у власти после подписания соответствующего протокола. Потому что были большие подозрения, что Янукович, оставшись в своем офисе хотя бы еще на несколько недель, не говоря уже о месяцах, просто банально всех кинет в очередной раз. Это во-первых. А во-вторых, еще был у него в кармане вариант пригласить на территорию Украины российские войска для восстановления конституционного порядка. И об этом, возможно, Вадима Путин умалчивает. Что, вот, так сказать, этим вариантом, может быть, и собирались воспользоваться в 2014-м, а тут Виктор Федорович Янукович сбежал, и воспользоваться не пришлось. А пришлось действовать как-то по-другому, более криво. Сначала аннексировать Крым, потом устраивать войну на Донбассе. Старт, который Путин приписывает, естественно, коварным козням Запада, но даже полковник Игорь Геркин-Стрелков, которого мы не подозреваем в том, что он западный шпион, утверждал, что именно он поджег фитиль этой войны. Прекрасно знаем и представляет. И, конечно, Владимир Путин преисполнен обидой на Запад, который с ним договориться по баблу не смог. Ну, всего, собственно, глупости, очевидно. Но еще и коренной русофобии, которая просто не позволяет преодолеть собственной высокомерии. Тем не менее, договориться очень хочется. Это один из важных мотивов интервью Владимира Владимировича Такера-Карлсона, да кто бы и сомневался. Просто на таких условиях, чтобы никто не вмешивался во внутрироссийские дела и не мешал делать это самое большое бабло, являющееся неформальным богом Владимира Путина. Второе. Путин доказал в этом интервью Такеру-Карлсону, просто материал можно использовать в суде, если что, в качестве доказательства, что он не является верующим христианином. Отвечая на прямой вопрос журналиста, считает ли он Господа Бога важным фактором в истории и Господнюю волю, Путин ответил нет. Слово нет не прозвучало, но из ответа его вытекало, что никакой Господней воли в истории нет, а в истории есть результирующих мутных интриг мировых элит. Когда вы смотрите на происходящее в мире, видите ли вы дела Господни, говорите ли вы себе, что тут я вижу действия каких-то сверхчеловеческих сил? Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается по своим внутренним законам, и они вот такие, какие есть. То есть, Путин отрицает не только предопределение, но и вообще сам статус Господа Бога как субъекта мировой истории. Это, безусловно, можно считать позицией антихристианской, а также заодно антиисламской и антииудаистской, но уж куда денешься. Еще маемо-то маемо, как говорил первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Вообще, как бизнесмен-прагматик, Путин абсолютно экономоцентричен. В его понимании, большие экономические батальоны, наверное, наводят порядок, и главные параметры выживания и развития старого недоброго иерархического государства, в которое Владимир Владимирович Святый верит вместо Господа Бога, это население и экономический рост. Почему по Путину развалилась Римская империя? Почему она потерпела крах? А потому что варваров стало очень много, и экономический рост у них был приличный. Потенциал варваров постепенно накапливался, накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась. Потому что варваров стало больше. Значит, они начали в целом хорошо развиваться. Ну, как мы сейчас говорим, экономически они стали укрепляться. Вот отсюда вся эта мания рождаемости, одержимости, численности населения и всем прочим. Совершенно верно в этом интервью. Впрочем, Владимир Владимирович Путин заметил, что мир меняется. Только мир, кажется, меняется не в ту сторону, в которую хотелось бы и моглось бы российскому лидеру. И мир, в частности, приходит к пониманию, что, во-первых, экономический рост – это статистический параметр, а с помощью статистики можно колдовать все, что угодно. Хотя бы даже и взаимосвязь, например, политических взглядов человека с формой его ушей или носа. А когда параметр по закону Гудхарда становится какой-то самодавляющим, то уж точно, а вся машина работает на то, чтобы нарисовать экономический рост. Вот какой надо, такой и нарисуется. Правильно? И есть две большие разницы, как это в Украинской Одессе, между экономическим ростом для людей, живущих в ГУЛАГе, и для тех, кто живет и действует на свободе, в свободном мире. Большой экономический рост в ГУЛАГе, я не уверен, что предпочтительнее маленького или даже отрицательного для свободного мира. И человечество все ближе в нашу эпоху возвращения к пониманию, что гармония бытия и сознания, а вовсе не формальные критерии экономического роста, вот что важно и для отдельной личности, и для любых форм общества. Но это не про Владимир Владимировича Путина, который глубоко архаичен, что он еще раз показал, и в эту архаику он достаточно небезуспешно ввергает уже давно государство Российской Федерации, вверенное его попечению. О современных глобальных трендах технологической революции Путин не думает, не знает и говорить об этом не хочет. Впрочем, он вынужден отвечать на вопрос, так и оказывается, об искусственном интеллекте. Более того, об империи искусственного интеллекта. И с чем же в первую очередь ассоциируется Путин интеллект? В сфере вот этого искусственного интеллекта у человечества много угроз. С угрозой. И необходимости государственного регулирования. Все должно быть под контролем, опять же, архаичного иерархического государства. И вообще государства должны договориться между собой о регулировании искусственного интеллекта. И, собственно, в этом смысл и стоит. Но когда человечество почувствует угрозу для себя, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать. То есть, искусственный интеллект – это не гигантские возможности, которые открываются перед человечеством, трансформации современного мира и прихода в будущее, а это объект репрессий, объект государственного контроля, который должен только усугубляться. Путин проговаривается о том, что его волнует на самом деле генетика, потому что с помощью генетических технологий, видимо, он хочет спокойно достигнуть в дееспособном состоянии до 2036 года, а потом остаться жить еще, может быть, даже и не РФ-президентом. Ну и здесь, опять же, генетика источника голоса. Надо все контролировать, надо все регулировать, а вот там и дочь его Мария Владимировна Воронцова, подразумеваемая дочь, говорила в недавнем своем программном интервью. В общем, о чем бы ни говорил Владимир Владимирович Путин, у него боги – это государство и контроль. Он еще раз подтвердил, что он тотально, что называется, контроль-фрик, фанат контроля. И контроль для него есть синоним эффективности. Не нужно Путина спрашивать, эффективно ли работает «Газпром», например, или что бы ни было еще. Если он контролирует ситуацию, значит, эффективно. Не контролирует – неэффективно, а все остальное не имеет приоритетного значения. Так что мы вновь увидели Путина именно таким, какой он есть. Это не двойник, это он сам, какие бы косметологические процедуры ни проходил. Просто, естественно, по мере становления в абсолютной монархии, все его основные черты становятся более выпуклыми и усугубляются. Итак, Владимир Путин – прагматичный, циничный бизнесмен, не верящий в Бога, хотя, возможно, не лишенный определенных элементов магической религиозности. Вот он кто. А то мы не знали. И обиды его на Запад, конечно, связаны с тем, что его переиграли на той самой мировой шахматной доске имени Збигнева-Бжезинского, после чего он решил выхватить доску и побить ей немного товарища Гроссмейстера. Ну, точно как в «Двенадцати стульях». Помните, любители обижают. Вот это «любители обижают» – это один из неформальных слоганов вообще пропагандистской кампании Владимира Путина в последние годы. Ну, и в этой беседе с Тайкером Карлсоном тоже. И, наконец, почему наш выпуск называется «Ночной полет»? Потому что интервью записывается ночью. Ночь – самое продуктивное время для Владимира Путина. Некоторые могут подумать, что это связано с использованием неких вампир-технологий для пролонгации его жизни и молодости. Может, и так. Но на самом деле, одна из главных внутренних проблем Владимира Путина, которая разрывает его на части, на две неравные половины, это противоречие между его статусом публичного политика и его колоссальным отвращением и недоверимым к публичности. О чем он и говорит в этом Тайкеру Карлсоном. То есть, если бы, дескать, не обсуждали мы публично судьбу Эвана Гершковича, журналиста Wall Street Journal, томящегося в РФ за стенки, то, может быть, все порешалось давно уже и успешно. А так, слишком много болтаете, поэтому и не клюет по старому анекдоту. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Поэтому ночью, под покровом тьмы, вдали от наблюдательных пристальных глаз, вот так должны решаться вопросы, и только так можно жить и действовать. Вот почему ночь и почему ночной полет. Вот, собственно, и все. Никакого эффекта разорвавшейся бомбы не было и нет. Поэтому вместо длинных рассуждений Владимира Владимировича Путина смотрите всегда YouTube-канал Белковский. Мы вам все быстренько расскажем. Подписывайтесь на канал Белковский, ставьте лайки, републикуйте этот наш экстренный выпуск седаун-шоу «Время Белковского». Всегда будьте с нами. Мы поддерживаем вас, вы нас. И мы вместе с вами об этом никогда не пожалеем. Ваш Белковский. Субтитры создавал DimaTorzok